Если тебе нужен ключ для профессиональной десятки, то магазин GVG Mall может тебе в этом помочь. Можно купить винду за косарь, но имейте ввиду, цены автоматом переводятся из долларов в рубли, поэтому учитывайте изменения курса валют. Однако, не забывайте применять вот этот промокод для скидки, и получится еще более неплохая цена. Все ссылки лежат в описании, не забывайте сохранять номер заказа. Октябрь 2021 года. Прошел ровно год с того момента, как бум майнинга привел к искусственному дефициту видеокарт для игроков, и как следствие дефициту всего производства микрочипов. Крупнейшие производители чипов, такие как TSMC и Samsung, получают сверхприбыли на изготовлении видеокарт и массовых продажах майнерам и OEM-сборщикам компьютеров по завышенным ценам. Производство видеочипов, видеопамяти, а также отдельно взятых решений для одной яблочной компании заняло 99% производственных мощностей. По нарастающей это привело к дефициту микроэлектроники в целом, в том числе и чипов для автомобилей. А это, в свою очередь, привело еще и к подорожанию последних. Всего за один год криптобума, ваши деньги, которые вы копили на новый игровой компьютер или новый автомобиль, превратились в пыль. А на фоне еще и подорожания всех стройматериалов, эти деньги нельзя даже вложить в недвижимость. Многие люди пока еще не до конца осознали, но инфляция в этом году не 4,5%, как говорят официальные власти, а в разы больше. Так как дорожание электроники, автомобилей и стройматериалов неминуемо потянет вверх за собой все остальное. Потому как любое оборудование, логистика, разные складские помещения для любого вида товаров также подорожают. А значит, изготовление и хранение, чего бы то ни было, тоже станет дороже. И все эти увеличения расходов производителей того или иного продукта, лягут на наши с вами плечи, на потребителей. Но на этом канале нас, в первую очередь, интересует, конечно же, игровое железо. Поэтому сегодня мы будем говорить именно о нем. Прошу простить за гундосный голос, я малость простыл, но тема, я считаю, важная и я должен ее сегодня осветить. Производители консолей PlayStation 5 и Xbox Series еще весной сообщали, что дефицит консолей продлится как минимум до осени этого года. Но думаю, всем нам более чем очевидно, что этот дефицит будет и дальше. И света в конце тоннеля пока не видно. AMD и Nvidia продолжают кормить нас всех завтраками, мол, скоро геймерам тоже что-нибудь перепадет. Пытаются играть на публику, что им самим не весело, что геймеры не могут получить новые видеокарты. Хотя мы-то с вами понимаем, что это не более чем шерма. По факту, массовые продажи видеокарт майнерам еще до того, как они попадают в магазины, приносят производителям сверхприбыли. Nvidia уже отчиталась о рекордной прибыли на продажах видеокарт, хотя казалось бы, где эти видеокарты, кто их вообще видел? В то же время Nvidia, опять же для галочки, пыталась делать якобы слабые в майнинге версии видеокарт, а потом сама же сливала драйвер, который позволял это ограничение обходить. Да и само ограничение действовало только на майнинг эфира, как самый дорогой криптовалюты, которую майнят на видеокартах. Все остальные горы криптовалют, которые каждый день растут в цене, так и продолжают нормально майниться и на этих якобы слабых для майнинга видеокартах. AMD даже не стала делать грустное лицо, не стали делать вид, что им не насрать на геймеров, а просто молча продолжают пачками продавать карты майнерам. Более того, официально заявляли, что не будут никоим образом ограничивать использование Родионов в майнинге. И на самом деле, в отличие от Nvidia, это хотя бы честно. А теперь главный вопрос. Если бы производители видеокарт действительно хотели помочь геймерам, могли ли бы они что-то для этого сделать? Я считаю, что да, могли бы вполне решить этот вопрос, во всяком случае, когда мы говорим об AMD. Вот смотрите. Уже 9 лет AMD занимается разработкой высокопроизводительных систем на кристалле. То есть, когда в одном кристалле помещен и центральный процессор, и контроллер, и производительное графическое ядро. Да, конечно же, я говорю про АПУ для игровых консолей. С 2012 года AMD разрабатывает их для Microsoft и для Sony. То есть, как минимум, AMD прекрасно понимают, как это делается. А еще недавно на моем канале выходил обзор и тест процессора AMD Ryzen 5 5600G. Так вот, в нем встроенное графическое ядро Vega 7 имеет производительность уровня GTX 960. Да, это весьма неплохо, конечно, по сравнению с конкурентами процессоров со встройкой. Этого видеоядра хватает, чтобы поиграть в любую современную онлайн-братью. Counter-Strike, танки, GTA Online, в общем, все это, конечно же, на нем работает. Но неужели кто-то действительно думает, что эта встроенная графика – это все, что может предложить AMD? Это просто смешно, на мой взгляд. В нынешних консолях, например, в младшей Xbox Series S, встроенное графическое ядро имеет производительность видеокарты GTX 1650 Super, а не обычной 1650. Ну, либо RX 580, если брать Radeon. Просто, чтобы вы понимали, эти видеокарты способны вывозить любую современную игру, в том числе и Cyberpunk, на нормальных настройках графики с нормальным количеством кадров. И я уж молчу о лютой встроенной графике в АПУ Xbox Series X, производительность которой там составляет три таких RX 580. И все это в одном маленьком кристалле вместе с восьмиядерным процессором. Можно сделать простейший вывод. AMD не только может, но и имеет уже в своем распоряжении готовые сильнейшие игровые решения. То есть, если бы у AMD было желание как-то уважить и ПК геймеров в том числе, как минимум, они могли бы засунуть встроенное графическое ядро, хотя бы уровня Xbox Series S, в один из своих нынешних райзенов. И все. Этого было бы достаточно, например, в какой-то шестиядерный 12-поточный райзен. Все, это был бы идеальный процессор для игроков на данный момент. Тогда игроку нужно было бы собрать компьютер на этом процессоре и спокойно играть в любую современную игру с комфортом. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Но почему AMD этого не сделают? Ответ очень прост. AMD выгодно продавать именно отдельные видеокарты, так как на них высокая наценка. А значит и производственные мощности, которые AMD арендует у TSMC, нужно по максимуму нагружать именно этими видеокартами, а не заниматься всякой ерундой там с игроками, о чем я сейчас выше говорил. Также производство АПУ для Microsoft и Sony для AMD стоит тоже в приоритете. Так как одно дело продавать обычные настольные процессоры просто игрокам где-то через розницу, и другое дело оптом продавать АПУ для именитых крупных клиентов, которых AMD, конечно же, не хочет потерять. Вот и получается, что AMD попросту невыгодно предлагать обычным ПК игрокам хорошее игровое решение все в одном. Так как тогда придется выделять для этого какой-то процент производственных мощностей. А они, конечно же, граничны, то есть они не бесконечны. А также такими процессорами отрежется часть пирога у консолей, которые также приносят AMD прибыль, причем сразу оптовую, а не розничную. Поэтому, конечно же, AMD могли бы решить проблему ПК игроков. Только вот для самой AMD ПК игроки на данный момент не имеют никакой выгоды. И поэтому вот получили Vega 7. Играйте на ней в онлайн фигню всякую и с вас хватит. А если хотите поиграть в нормальные крупные 3А проекты, покупайте консоль, которую сейчас, опять же, можно купить только с переплатой. Таким образом, AMD хочет продавать вам сразу два устройства вместо одного. Ведь если вам помимо игр нужен еще и компьютер, например, для работы с монтажом или еще чем-то, то вам придется купить консоль и компьютер. А так как видеокарт нет, то вы купите процессор AMD с более-менее что-то умеющей встройкой вместо процессора Intel. То есть AMD вам продает сразу два, по сути, чипа. Во-первых, Ryzen со встройкой, во-вторых, игровой процессор, встроенный в игровую консоль. Соответственно, им незачем для вас делать какой-то универсальный процессор, который вы купите только лишь один, и будет вам его достаточно. Второй путь решения проблемы – выпуск видеокарт с небольшим объемом видеопамяти. Например, выпускать видеокарты с памятью объемом 3 ГБ, но только чтобы эта память была при этом очень быстрой. Минимум GDDR6 на широкой шине не менее 192 бит. Такая видеокарта была бы гораздо менее интересна майнерам, так как многие криптовалюты майнятся минимум на 4 ГБ видеокартах. При этом в играх, при учете, что память быстрая, такой видеокарты могло бы хватить, если, конечно, сам GPU будет иметь производительность не менее 5 ТФ. Но, как я уже говорил, для этого также пришлось бы выделить часть производственных мощностей, чтобы эти видеокарты производить. А значит, пришлось бы снизить количество производимых видеокарт, которые популярны у майнеров. Кому это надо? Конечно же, никому. Как говорится, Spice Must Flow. Зачем AMD и Nvidia будут вставлять сами же себе палки в колеса? Зачем им отделять часть мощностей на производство видеокарт, которые не будут выгребать целыми палетами, как это сейчас делают майнеры? Естественно, незачем. У AMD и Nvidia и так сейчас все хорошо. Им и дергаться, в принципе, не надо. Потому что даже самые простые и дешевые решения продаются не отходя от сборочной линии массово. Даже простейшая RTX 3050 на данный момент, да что уж там, даже GTX 1650 Super или видеокарта, которую разработали аж 6 лет назад, но производят до сих пор, я говорю про RX 580, уходят просто как пицца-ниндзя. А что такое пицца-ниндзя? Это пицца, которая исчезает очень быстро и без следа. Так что, у нас с вами сейчас, по сути, нет выбора. И если кто-то из вас сейчас еще надеется в будущем купить за нормальную цену Steam Deck, то, как я и говорил в ролике про Steam Deck, даже не мечтайте. Ведь раз он построен на процессоре AMD, со встроенной графикой RDNA 2, тоже от AMD, значит, производиться он будет также на TSMC. А производственных мощностей на всех не хватит. Там и так уже полная загрузка на данный момент, так что тотальный дефицит Steam Deck просто неизбежен. А это значит, что сразу удвоенная стоимость, вместо обещанной перекупы и прочей барыги. Сейчас есть лишь один выход, если брать какое-то новое железо. Это продающаяся пока еще в свободной продаже Xbox Series S. Что интересно, он даже продается пока еще по официальной цене. Конечно же, в России его нет, у нас люди не шибко богатые в массе, поэтому такие недорогие устройства уже все давно выгребли. Но вот в Европе и других странах Запада у людей денег побольше, поэтому они пытаются урвать консоли посолиднее, такие как Series X или PlayStation 5. Поэтому готовы покупать их даже у перекупов дороже. Поэтому в немецком магазине Computer Universe Xbox Series S лежит в свободной продаже, всего лишь за 23 тысячи рублей. Причем лежит он там еще с марта этого года, о чем я многократно говорил, в том числе в ролике с самым лучшим и подробным обзором данной приставки у меня на канале. Если пропустили этот обзор, то можете нажать сейчас на подсказку в правом верхнем углу. Скорее всего точно не пожалеете. Посмотрите обзор и вы поймете, что Series S это невероятно щедрое предложение в данный момент. Ведь за менее чем 30 тысяч рублей вы получаете игровое устройство, которое мало того, что очень компактное, чрезвычайно тихое в работе, так еще и позволяет играть с комфортом и хорошей графикой во все мультиплатформенные игры. А подписка Game Pass делает это преимущество еще более привлекательным. В общем ссылка на приставку есть в описании к этому видео, в таблице игровые приставки. Там же лежит промокод на скидку, она небольшая, но всяко не лишняя. Сразу говорю, что отбросьте все свои дурацкие предрассудки, что вас там кто-то кинет, что посылка вам не дойдет. Давно уже прошли эти времена. Этот магазин никогда никого не кидал. Я лично там потратил за все время, уже вдумайтесь только, более полумиллиона рублей. У меня на канале выходили ролики с распаковкой и обзором целой кучи процессоров. Видеокарт, оперативной памяти, блоков питания, все это из этого магазина. Повторяю, лично мной проверен, так что можно брать. Консоль там в свободной продаже, новая, безо всяких перекупов и всяких там БУ. Это конечно же не реклама этого магазина. Реклама в этом ролике была в самом начале, вы ее видели. Это просто моя личная вам рекомендация, потому что там мало того, что дешевле, там эти приставки есть в наличии. Консоль нового поколения. Это не старый Xbox, это новый. Многие оказывается до сих пор не понимают, что Series S это новое поколение. Это не то же самое, что у One S. Я знаю, что у Microsoft проблемы с маркетингом, они никак не могут нормально свои консоли называть, чтобы было понятно, что это следующее. Ну короче, Series это новая консоль. Это то же поколение, что PlayStation 5. А это значит, что на нее еще будут лет 7 минимум выходить новые игры. Это вам не сраное PlayStation 4 Pro, которое на БУ рынке сейчас стоит дороже нового Xbox Series S. Реально сейчас PlayStation 4 Pro продают за 30 тысяч на Авито на каком-нибудь. Это просто дурость, и тот, кто это покупает, просто полный дурак, я считаю. PlayStation 4 Pro это старое поколение, которое уже через год-два будет никому нафиг не нужно. На него перестанут выходить новые игры, как это было и с переходом с PlayStation 3 на PlayStation 4, например, в свое время. Берите Xbox Series S, пока они еще там за адекватную цену продаются. Чего вы ждете, я не понимаю. Не надо ждать, что приставка когда-то там появится у вас в магазине. Не появится она уже нигде. Из-за всего этого дефицита уже и приставки тоже сейчас испытывают сильнейшие проблемы с производством чипов. Просто я повторю, что Xbox Series S в Европе пока не сильно популярна, потому что там у людей денег больше, они покупают у перекупов дороже, более, скажем так, классом повыше нового поколения консоли для 4К разрешения. Поэтому Series S пока что там еще есть в наличии. А не потому, что для Европы их производят, а для нас нет. Просто скоро их и там выгребут, и их не будет просто нигде. Если же консоль вам не прельщает, то имейте в виду, что даже на БУ видеокарты цены очень быстро растут. Если пару месяцев назад можно было урвать RX 570 4 гигабайта на БУ рынке тысяч за 15, то сейчас неадекваты за такую цену продают обрубки в лице GTX 1050 Ti или там RX 560 какой-нибудь. А 570 и минимум 20 уже стоят. Так что в описании есть таблица «Игровые компьютеры». Берите быстрее, пока цены еще более-менее приемлемы. К Новому году вы просто ничего нормального уже не купите за эту цену. За 38 сейчас в таблице можно купить вполне нормальный компьютер, на котором сможете поиграть в большинство современных игр с комфортом. Торопитесь, ведь завтра цены могут быть уже совсем другими, они реально меняются каждый день. В этом и есть основная проблема дефицита. Мало того, что самого товара нет, так на тот, что есть, цены растут с каждым днем все больше и больше, в том числе на БУ. Так что игровая индустрия рискует очень сильно затормозиться в развитии, потому как у разработчиков игр все меньше и меньше желания делать какие-то физически и графически развитые проекты. Ведь в них некому будет играть, так как нормального железа у многих нет и теперь не предвидится. Выходящая в ноябре Battlefield 2042 яркий тому пример. Отстойнейшая графика а-ля там Battlefield 4. У меня, кстати, стрим недавно по этой игре выходил, если кому интересно. Запись стрима лежит по ссылке в описании на канале TGR Online. Там так и подписано в описании, что записи стримов. Перейдите туда, можете посмотреть. Там куча проблем, убогая графика. Вот реально прямиком из Battlefield 4 буквально. Потому что разработчикам нет смысла делать крутую графику, ведь никто не сможет нормально в неё поиграть тогда, потому что видеокарт новых нет, всё, все играют на том, что есть. Спасибо вот этим мужикам за подписку на мою Boosty страницу. Им доступен наш закрытый чат, в котором можно обсудить игры, компьютеры, консоли, кино, да и не только. Если ты тоже хочешь стать такой VIP-персоной, попадать в каждое видео, в том числе на втором канале про кино, то подпишись на Boosty TGR. Ссылка в описании. Там же в описании полно полезных ссылок на игровые компьютеры, игровые приставки, ноутбуки, мои другие каналы. В общем, заглядывай. Спасибо за просмотр и пока. А я пойду дальше болеть.